Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Казахстан подал иск к операторам Кашагана и Карачаганака на 16 миллиардов долларов. Министр энергетики Алмас Адам Садкалиев в куларах Кабмина подтвердил эту информацию. Специалисты со среднеспециальным образованием нужны бизнесу больше, чем с высшим образованием. Причем наибольший дефицит кадров ощущается в торговле, строительстве, образовании и обрабатывающей промышленности. У здания Минэнерго в столице собралось более 60 человек, приехавших из Жанаузена. Нефтяники требуют устроить их в статкомпании, выигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг. Казахстан подал иск к операторам Кашагана и Карачаганака на 16 миллиардов долларов. Министр энергетики Алмас Адам Садкалиев в куларах Кабмина подтвердил эту информацию. По данным аналитиков, Казахстан может получить большую выгоду от месторождений по условиям соглашений о разделе продукции, если выиграет в суде. До сих пор считалось, что Казахстан всегда проигрывал по доле СРП зарубежным нефтяным компаниям. Об исках сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Поводом для исков, как уточняет агентство, стали обвинения в несанкционированных расходах. Утверждается, что обе компании нарушили тендерные процедуры и не выполнили в полном объеме работы подрядчиков на Кашагане. Суть иска. Правительство РК заявляет, что партнеры по добывающим проектам не должны вычитать из доходов затраты в размере 13 миллиардов долларов на нефтегазовое месторождение Кашаган и 3,5 миллиарда долларов на нефтегазоконденсатное месторождение Кашагана. В случае успеха в суде государство может получить большую долю доходов от месторождений в соответствии с условиями соглашения о разделе продукции. По данным издания, правительство Казахстана стремится не только получить больше нефтяных доходов, но и изменить тендерные системы, используемые нефтяными компаниями, чтобы сделать процесс более эффективным для внутренней экономики, в том числе за счет увеличения доходов местных компаний. По словам министра, причиной обращения в суд стали не налоговой спорой. Речь идет именно об исполнении соглашения о разделе продукции. Да, действительно, уполномоченный орган правительства, компания PSA, подали иски в международный арбитраж на компании Кашаган. К сожалению, я ограничен в комментариях. То есть, единственное, что могу сказать, что данные иски поданы в интересах народа Казахстана. И, ну, с целью избежания, там, трактовки тех или иных моих комментариев, там, в суде, я вот хотел бы там воздержать. То есть, там, ну, там, 3,5 и 13 миллиардов долларов США. Ранее о планах Казахстана отсудить миллиарды долларов у разработчика Кашагана также сообщало агентство Bloomberg. Как пишет агентство, ссылаясь на свои источники в Министерстве экологии, ведомство требует с компанией North Caspian Operating Company, управляющей месторождением Кашаган, 5 миллиардов долларов. Это более 2 триллионов тенге в качестве штрафов за нарушение правил охраны окружающей среды. Позже стало известно о том, что правительство Казахстана начало арбитражное разбирательство против еще нескольких нефтяных компаний. Боржан Шахмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Специалисты со средне-специальным образованием нужны бизнесу больше, чем с высшим образованием. Такие выводы сделали в столичной палате предпринимателей. Причем наибольший дефицит кадров ощущается в торговле, строительстве, образовании и обрабатывающей промышленности. Как астанинские предприниматели решают данную проблему, расскажем в следующем сюжете. Нехватка кадров, особенно высококвалифицированных, есть всегда. Вопрос только в том, кто именно нужен госорганам и бизнесу. Интересные выводы по этому поводу сделали в столичной палате предпринимателей. Люди с высшим образованием оказались менее востребованы, чем те, у кого средне-специальное образование. И это выяснилось путем опроса предпринимателей, в котором приняли участие более пяти тысяч компаний. Из них на ближайшие три года о потребности почти в 22 тысячах специалистов заявили около трех с половиной тысяч предприятий. В основном, если смотреть динамику в целом города, у нас торговля и услуги занимают практически 50-55%. И, соответственно, в этих отраслях требуется у нас очень много кадров. С прошлого года работодатели совместно с колледжами проводят учебные планы по новой методике. В дальнейшем планируется обучение по тем специальностям, в которых нуждается бизнес. Раньше, если говорили работодатели, что, ну, скажем, вузы, тот же колледж выпускает специальности, которые уже нет потребности на рынке, да, а здесь как раз-таки студенты 60% своего учебного плана проводят рабо-актуальное обучение уже непосредственно на практике. Поэтому мы уже понимаем, когда выпускаются через три года, там, где-то два с половиной года обучаются, у них есть хорошая возможность принять тех людей, которые прошли практически навыки обучения. Есть еще и курсы наставничества, а также стажировка преподавателей на базе предприятия. Если вернуться к вопросу кадров, то наибольшую потребность ощущает в сфере торговли, например, в такой профессии, как бухгалтер. Бухгалтер, кассиры, последний динамик, посмотрите, города, за последний год у нас увеличилось количество предприятий на 40 тысяч. Малый бизнес пусть будет, средний бизнес, в основном микро и малый бизнес, конечно, но даже они, учитывая последние изменения в налоговом законодательстве, в целом по СССР, это маркировка обуви, для которой палата постоянно говорит, что нет возможности у бизнеса нанимать дополнительных бухгалтеров. Мы теперь видим, что на самом деле бухгалтеров и в целом нуждается и в микро и малом бизнесе. Хотя эти услуги мы стараемся в рамку заказа заказывать на бесплатной основе. Имеются краткосрочные курсы от двух недель до трех месяцев, обучение тут бесплатно и еще и стипендии. По окончании можно получить гранты в размере 400 мрп. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. Приехавшие из Жанаузена в Астану нефтяники требуют устроить их в штат Озенмунайгаза. У здания Минэнерго в столице собралось более 60 человек. Собравшиеся являются бывшими работниками компании, проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг. Они пришли со своими палатками и заявили, что не уйдут, пока власти не выполнят их условия. При этом, как заявляет глава Минэнерго, они не согласны перейти на другую работу даже при сохранении высокой зарплаты. По данным Минэнерго, бастующим было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением зарплаты в среднем составляющей 700 тысяч. Однако они отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера. Фондом Самрук Казна была проведена проверка конкурсных процедур на предмет соблюдения законности, в результате которой нарушения выявлены не были. Отмечается, что большинство из прибывших в столицу уже участвовали в пикетах у здания Казмунайгаза в прошлом году, но тогда они требовали в обход процедур вернуть объемы другой магисталской компании. К настоящему времени требования забастовщиков изменились и теперь ими поставлен ультиматум по их трудоустройству в штат Узенмунайгаз. Глава Минэнерго полагает, что это как бы такая акция для привлечения внимания, для создания ажиотажа. Я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией, заявил министр. То есть нужно понимать, что приехали сотрудники частной нефтесервисной компании, которая проиграла тендер другой частной компании, тендер, который проводил дочерняя компания Узень Мунайгаз. Та компания выиграла правомерно, причем с меньшей ценой, причем достаточная разница в цене произошла. И всем им было предложено трудоустроиться в новую компанию на оклады, не меньше, которые у них были, то есть там достаточно большие оклады. И тем не менее многие сотрудники отказались от данного предложения. По данным Минэнерго, требования бастующих противоречат правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанна Узена в порядке очереди. Отмечается, что данные правила были приняты по требованию самих жителей Моногорода для честного распределения рабочих мест. Таким образом, требования прибывших в столицу не подлежат выполнению, ввиду нарушения принятых правовых процедур. Зампремьер-министр Кульгинов в кулуарах Кабмена также прокомментировал ситуацию вокруг приехавших в столицу нефтяников. Та компания, которая проиграла тендерные конкурсы, им Акимат Монвестовской области, а также дочерные предприятия Казмунная Газа предложили работу, но они не согласны. Это вопрос переговорный, все нужно решать в рамках закона. Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и это нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом порядке все нужно рассматривать. Вот так просто требовать, дайте мне, это как минимум некорректно. Поэтому сейчас представители Казмунная Газа, Министерство энергетики, Министерство труда, а также Акимата разговаривают. Насчет лобби сейчас я однозначно не скажу, потому что надо все это в рамках закона смотреть. Здесь уполномоченные органы дадут информацию по итогам переговоров. Бауржан Шехмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В Ак-Тубе бастуют работники энергоснабжающей компании. Больше ста человек собрались у ворот предприятия с требованием повысить им заработную плату сразу на 100%. Если руководство не пойдет на уступки, люди просто отказываются выходить на работу. В проблеме разбиралась Лейла Уесова. Это шумят работники гор электросети. По словам возмущенных, они устали от пустых обещаний и уже не знают, как прокормить детей на свои мизерные оклады. При этом самая низкая зарплата у контролеров – меньше 100 тысяч тенге в месяц, хотя каждый из них обходит на своем участке до полутора тысяч абонентов. Два года назад мы выходили на забастовку, на 20% подняли. Вот с тех пор, столько лет прошло, каждый раз обещают, зимой, январе обещали нам. Всю работу мы делаем контролеры. И снимаем счетчики, и дебютовские задолженности, сходим. Всю работу мы выполняем. Поэтому наши люди – выше на забастовку. Всего в энергосистеме работают около двух тысяч человек. По словам электриков, большая часть денег уходит на продукты и оплату кредитов. Многие семьи живут на съемных квартирах. И зарплаты в 100 тысяч им не хватает. По словам руководства, повысить оклады вдвое не так-то просто. Деятельность компании подконтрольна Департаменту по регулированию естественных монополий. Размер зарплаты также согласовывается с этим ведомством. Еще в марте компания подала соответствующую заявку, и теперь людям остается только ждать. Просим вас немного потерпеть. На эту должность я пришел всего неделю назад и первым делом поднял вопрос по зарплате. Мы постараемся исправить ситуацию. Оклады у наших сотрудников действительно ниже, чем в других регионах. В конце месяца я составлю план по повышению зарплаты и отчитаюсь перед вами. По итогам переговоров, в компании заявили, что оклады сотрудникам планируют поднять на 30%. Если заявку удастся утвердить в Департаменте по регулированию естественных монополий, то уже в мае работники энергосистемы получат заработную плату по новому повышенному тарифу. Лейла Уэсова, Жумарт Хадебергенов, телеканал ТДК-42, Ак-Тубе. Хотим дышать. В АТРАО прошел экологический митинг. Люди требуют решить проблему с загрязненным воздухом в регионе. В митинге приняли участие десятки АТРАОССОВ. Они обеспокоены ростом количества заболеваний и переживают за себя и здоровье своих детей. Большую часть участников митинга составила молодежь, но было и немало людей преклонного возраста. У них в руках были плакаты с надписями «Легким не хватает воздуха», «Дышать нечем», «АТРАО дыши», «Экология дороже прибыли». Требуем выполнения статьи 198 Экологического кодекса РК. Мы устали от выбросов и дыма. В последние дни невозможно дышать. Воздух сильно пахнет сероводородом. Как можно так издеваться над народом? Мы тоже люди, и у нас тоже есть право на чистый воздух. Число больных в регионе увеличилось в несколько раз. В том числе в четыре раза увеличилось количество детей с нарушениями развития. Онкология тоже не убывает. Жители уверены, что все это из-за загрязненного воздуха. Потому что ежегодно компания «Тингис Шевройл» выпрасывает в воздух 60 тысяч тонн вредных отходов. А «Трауский нефтеперерабатывающий завод» – 10 тысяч тонн. Правительству прекратить грабить областной бюджет, прекратить забирать у нас фактически все средства, которые формируются здесь. И оставлять бюджету где-то процентов хотя бы 40 из тех средств, которые сегодня забирает республиканский бюджет. Стоит отметить, что это один из первых митингов, которые власти разрешили провести. Желающим предоставили микрофон, чтобы выразиться. Полиция стояла в стороне. Среди участников акции были журналисты и городские активисты. Горожане подписывают петицию с требованиями, которую после собираются направить премьер-министру Республики Казахстан Алихану Смаилову. Документ содержит вопросы переноса нефтехимических заводов за город. Организаторы говорят, что не будут закрывать эту насущную проблему, пока этот запрос не будет решен. Айдана Каримова, Айбек Байзаков, Аслабек Абекенов, телеканал ТДК-42, АТРАУ. К другим темам. В Казахстан импортировано 25 277 легковых автомобилей из третьих стран. Такие данные за первый квартал текущего года привел Комитет госдоходов. В 2022 году в Республику импортировано 55 251 легковое авто с уплатой таможенных платежей и налогов на 216 миллиардов тенге. Это в три с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом автовладельцы в своем желании сэкономить часто занижают таможенную стоимость товара. При выявлении обмана недобросовестным автовладельцам, к примеру, приходится платить миллионы тенге. Напомним, ценовая информация на возимые автомобили регулярно публикуется на сайте Комитета госдоходов. В целях пресечения фактов уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов в конце прошлого года Комитетом госдоходов во взаимодействии с таможенными органами Германии выявлены факты занижения таможенной стоимости авто марки Mercedes-Benz Maybach. Фактической стоимостью 292 тысяч евро была заявлена стоимость 181 тысяч евро. В результате только с одного авто дополнительно взыскано 14 миллионов тенге и такие примеры не единичны. То есть КГД имеет все рычаги для получения достоверной информации и привлечения нарушителей к ответственности. В Акимате Западно-Казахстанской области состоялся кадровый совет. На совещании были обсуждены вопросы по весенне-летней призывной кампании. Участники встречи озвучили, что в настоящее время наблюдается проблема недостаточного количества призывников в 2023 году. О том, почему же в области чувствуется острая нехватка защитников Родины, в нашем следующем сюжете. В Западно-Казахстанской области заявили о рисках срыва весеннего призыва. Потому что юноши скрываются от военкоматов, болеют или не живут по месту регистрации. Адрес фактического проживания своевременно не сообщают в отделы по делам обороны. Вручить повестку таким призывникам проблематично. Осложняет ситуацию то, что многие родители негативно относятся к призыву сыновей на срочную службу. И зачастую умышленно скрывают информацию о местонахождении юноши. Об этом на совещании рассказал заместитель начальника департамента по делам обороны Альберт Бекмуханов. Частая проблема, с которой мы сталкиваемся – сложность найти призывника. То есть человек прописан в одном месте, а фактически живет в другом, скрывается. Наложить на него штраф мы тоже не можем, так как призывник должен получить повестку в руки. В Акжаикском, Букердинском, Бурлинском, Каратюбинском районах фиксируются самые низкие показатели. Это означает, что кампания по призыву на срочную воинскую службу в указанных районах не организована и не обеспечена надлежащим уровнем. Из 1785 призывников в Бурлинском районе 760 получили отсрочку для прохождения учёбы. 56 не могут отправиться в армию по семейным обстоятельствам, 28 – по состоянию здоровья, 4 из них – учителя, 3 – осуждённых, 8 – покончили жизнь самоубийством. Понятное дело, что мы не сможем выполнить указанный норматив. Аким области на ремонтуре Калиев дал поручение найти решение данной проблемы в ближайшее время. Конечно, вы не можете найти призывников, потому что начинаете разыскивать их только сейчас. Эту работу нужно начинать за год вперёд, а не когда начинается призывная кампания. Напомним, что 600 западных казахстанцев подлежат призыву в текущем году. 1259 человек объявлены в розыск, 423 пришли в военкомат добровольным. А вот 330 – только с помощью сотрудников полиции. Данна Керимбаева, Эбола ЖКПР, Александр Грабаров, телеканал ТДК-42. Наряду с острыми кишечными инфекциями в Западно-Казахстанской области растёт количество пациентов с педикулёзом. По данным санитарных врачей, среди жителей замечен рост заболевания в 7 раз. О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в области узнавал наш корреспондент. По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, основными факторами заражения острыми кишечными инфекциями являются испорченные продукты, немытые фрукты и овощи. Особенно болезни подвержены маленькие дети, которые не соблюдают гигиену рук. Причина распространения кишечной инфекции – неправильное хранение приготовленной пищи, неправильная термическая обработка и несоблюдение правил личной гигиены среди детей. Первые признаки болезни характеризуются рвотой, диареей, лихорадкой, жаждой и слабостью. Также среди жителей замечен рост педикулёза в 7 раз. Это в 3 раза больше хронического вирусного гепатита, а пестархоза – острых респираторных вирусных инфекций. Кроме этого, у 4-летнего ребёнка обнаружена менингококковая инфекция. Ребёнок прошёл лабораторное обследование, которое показало, что все 30 его родственников не заразились от него. Отмечается незначительный рост заболеваемости острокишечных инфекций, рост заболеваемости с педикулёзом у нас наблюдается. Например, по острокишечным инфекциям наблюдается заболеваемость, рост идёт на 14 раз. Стоит застегший период зарегистрировано 140 случаев острокишечных инфекций. Однако специалисты уверяют, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, так как чума, холера, бешенство и другие серьёзные заболевания не были зарегистрированы. К слову, число заражённых коронавирусом снизилось в 53 раза. В Жанаузене беспризорные собаки нанесли увечья четверым местным жителям. Одним из пострадавших стал четырёхлетний мальчик, которому четвероногие обезобразили лицо. Ребёнок в настоящее время находится в областной больнице. К слову, с начала года в Мангистауской области от бродячих собак пострадали 64 человека. Пострадавшие от укусов бродячих псов поступают в больницы практически каждый день. В прошлом году в Мангистау жертвами собак стали 210 человек. Каждый третий в этом списке – ребёнок. Факт в том, что проблема нападения бродячих собак на людей стала обычным явлением для города. Как бороться с этим? Наш микрорайон расположен практически в центре города. И возле каждого дома вечно бродят бесхозные собаки. Я боюсь за своих детей. Один из инцидентов произошёл несколько дней назад. В дежурную часть полиции поступило сообщение от врачей скорой помощи. О том, что их вызвали для оказания помощи ребёнку 2012 года рождения с укушенными ранами тела. На этот раз пострадавшим оказался ученик четвёртого класса. Мой сын вышел со школы и направился домой. Но до дома он не дошёл. На него напали бродячие псы. Моего сына очень жестоко покусали собаки. У меня, как у родителя, вопрос к Акимату. Почему не производится отлов бродячих собак в микрорайонах? Завтра эти бродячие собаки могут напасть на ваших или моих детей опять. Жители Жанаузена возмутились бездействием властей и пришли к зданию Акимата с фотографиями пострадавших. Чиновники ответили, что действуют в рамках законодательства. Отстрел животных, по их словам, признан негуманным. Они надеются лишь на новый приют. Но его строительство ещё не начали. Если есть угроза жизни и безопасности человека, житель может обратиться в наш Акимат города Жанаузен и другой сельский Акимат. Мы отправим заявку в ветеринарную станцию. Они проводят отлов специальными средствами. В прошлом году в Магистал было отловлено 1115 собак. С начала 2023 года отловлено уже около 1200 собак. Все эти меры реализуются в соответствии с законом об ответственном обращении с животными. То есть осуществляются только на основании обращения жителей в случае возникновения угрозы безопасности человека. Однако жители говорят, что в случае, если в Жанаузене проблема с собаками не будет решена положительно, они сами будут охотиться на собак и переходить к конкретным действиям ради безопасности своих детей. В Западно-Казахстанской области водитель в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть пешехода. ДТП произошло на трассе от Тарау-Уральска. В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что наезд совершил 33-летний водитель, управляя автомашиной марки Hyundai Sonata. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Водитель автомашины марки Hyundai Sonata, 1990 года рождения, сбивший мужчину на трассе, на момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением канабиоидов. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Центральную мечеть Западно-Казахстанской области отремонтируют за счет бизнесменов. Об этом сообщил главный имам области Самат Алибаев. Запланировано проведение ремонтных работ как внутри, так и снаружи здания. Кроме того, в план включено благоустройство прилегающей территории. Мечеть была возведена еще в 2005 году. Вместимость составляет до 1800 человек. Со времени открытия мечети здесь проводился лишь текущий ремонт. С этого времени прошло уже более 17 лет. Поэтому сегодня требуется проведение капитального ремонта. Спасибо бизнесменам, которые готовы помочь в проведении ремонта. Уральцы возмутились стоимостью лавочек, которые установили на городских улицах. К тому же горожане отмечают, что они крайне неудобные. Всего отделом ЖГХ было закуплено 15 лавочек на общую сумму 5 миллионов тенге. Новые лавочки за 333 тысячи тенге каждая появились в пешеходной зоне по улице Театральная и улице Сармодатова. Всего ЖГХ закупило 15 таких скамеек за 5 миллионов тенге. Но местные жители считают, что цена необоснованно завышена. По их словам, такое изделие можно сделать гораздо дешевле. По словам юриста Бауржана Заки, настоящая цена этой скамейки – 150 тысяч тенге. Кроме того, они неудобные, громоздкие и неустойчивые. Казалось бы, обыкновенная скамейка. Чего вдруг ее патентовать? Но, как выяснилось, это схема для получения тендера. Берешь в интернете скамейку, меняешь цвет и отправляешь заявление в юстицию, а там уже без проверки дадут авторское право на объект. Дальше идешь в Акимат и договариваешься. В отделе ЖКХ поясняют, что приобрести скамейки нужно было как можно скорее. А купили без тендера, так как продукция запатентована. И в таком случае проводить конкурс в госзакупах не требуется, пояснили чиновники. Тендер разыгрывался не в мой период, но я могу прокомментировать. Дело в том, что от жителей города поступали многочисленные жалобы на отсутствие скамеек в центральной части города. Чтобы снять социальное напряжение, моими предшественниками было принято решение поставить новые лавочки. Заказали работы у одной из фирм, которая имеет авторское право на скамейки с высокими спинками. И установили. Стоит отметить, что скамейки за 333 тысячи тенге непрочно установлены и могут навредить не только детям, но и взрослым. Дана Киримбаева, Айбола Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Снимаете квартиру и мечтаете о своем жилье? Хотите купить автомобиль, а денег не хватает? Обратитесь за помощью в потребительский кооператив «Алтын-Узик», как это сделал Ербол Есинула. Мужчина внес первоначальный взнос 50% и приобрел японский автомобиль. В потребительский кооператив «Алтын-Узик» я вложил 5 миллионов тенге, получил 10 миллионов и приобрел японскую машину 2010 года выпуска. Хочу сказать кооперативу большое спасибо за то, что помогаете народу без процентов получить нужные суммы на наши мечты. «Алтын-Узик» предлагает своим членам выгодные накопительные программы по покупке недвижимости в короткие сроки. При этом вам гарантировано быстрое оформление. Требуется минимальный пакет документов по сбору и никакой проверки кредитной истории. Прошло два месяца, как открылся кооператив «Алтын-Узик». За этот срок мы помогли приобрести одну недвижимость и один автомобиль. Наша главная цель – помочь всем казахстанцам стать счастливыми обладателями собственного жилья. Обращайтесь за помощью в потребительский кооператив «Алтын-Узик», который ждет вас по адресу город Уральск, Торговый дом отдал один, второй этаж, 18-й кабинет. Телефон для справок – плюс семь, семьсот сорок семь, шестьсот три, девяносто восемь, пятьдесят семь. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. «Купер» расположены в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова